Приветствую вас! Это предложение рассказика про Леночку. Краткое пересказ предыдущего рассказа. Бизнес-лени. Ну самое-самое настоящее бизнес-лени. Причем шикарное, обалденное. Некоторые мужики с ума сходили по ней. Говорят, ох, нет, такую жену. Ну действительно. Ну, она удачно умела управлять. Удачно умела говорить. И ругаться тоже. Ну, было и то есть. Получалась такая ситуация, когда вот был кризис 2008 года, а она тогда управляла девелоперской компанией в одного из украинских олигархов. И, скажем, очень богатый человек. Этот очень богатый человек ничего глупее не придумал, как решил кинуть банки, которым он был вложен. Типа кризис и так далее. Да, кинув, кинув, обанкротил, и все вроде бы хорошо, но в 2010 году поменялась власть, пришел Янукович, и донецкие ребята посчитали, что как-то благоумеют, надо же поделиться. Начали опросовывать. Но так как они не могли достать его, они достали Леночку. Леночку посадили в СИЗО. Потому что она директор там. Ну да, там по большому счету, в чем-то можно было действительно винить, а в чем-то действительно чистейший беспредел. И она практически год отсидела в СИЗО, при этом не просто отсидела, она практически помогала разрулить этому олигарху, то, что он нахомутал. И более-менее получилось такая, знаете, ну что-то да, что-то пришлось отдать, но далеко не все. И по большому счету, такой хороший полученский комплекс. И вот, после всех этих событий, олигарх пригласил Леночку в гости и предложил ей довольно высокую должность, самое главное, предложил ей назвать зарплату, которую она хочет. Причем было понятно, что она назовет сейчас, скажем, условно, 100 тысяч долларов. Ну, согласиться. Потому что он, конечно, чувствовал в определенной степени обязательства, потому что он понимал, что оно эффектное, хорошее, шикарное, успешное бизнес-леди год просидело в тюрьме. Ну, ребята. Тем более, опять же, у нее есть дочка подростка. Вы представляете, от мамы сидит в тюрьме. Знаете, что такое? И, конечно, он, может, он, может, конечно, и не признавал, но он понимал, что он лоханулся. Причем лоханулся из-за глупости, из-за своего эго. Потому что если он вовремя Леночке подсказал, что у него подгорает, ну, не было бы этого. Она подсыпала псаломку. Но он же там не хотел признаться, что у него с Януковичем не получается. Ах! У него не получается! Вот предыдущий рассказ закончился на том, что он проглажил Леночке достать. Должна было сказать, какую же зарплату она хочет. Леночка ответила. Лене не нужна заплату. Не нужна. Нет, она благодарит за должность. Но она у него попросила другое. Что я говорю? Олигарху всегда куча всякого барахла, актива, пассива. Вы что поймите? Ну, понятно, что Леночка, ну, не про все, может, но основной знал. И она знала, что в этой олигархе есть в одном волосном центре, не буду называть какой-то, но вы, наверное, догадаетесь все-таки. Есть недостроенный объект. Ну, криз 2008 остановил, там, как всегда. Бег хороший, офисно-торговый центр. Хороший объект. Но недостроенный. Ну, бывает же такое. Но. Причем, как вы догадываетесь, там еще были кучи долгов перед строителем, а не было им не заплачено. Все как хотите. Вот полнейший. Бардак, как вся существует. Кризничка предложила, что этот объект олигарх ей продал. А вы что подумали? Ха! Неужели вы думаете, хоть один олигарх подарил бы, там, что удавился в жадность? Единственное, что она его просила, ну, во-первых, что он продал по текущей цене, не по той, которая была до 2008. Ну, в принципе, и он понимал, что сейчас фиг ты ее продаешь. Ну, хотя, конечно, она понимала, что он будет, скорее всего, продавать, потому что, ну, порядок обстоятельств ему было не очень удобно это отстраивать. Там еще такие нюансы. У него были сейчас бизнеса немножко раздвинулись, и у него там хороший бизнес был купи-продай по экспорту, и, честно говоря, а гаражный сектор пошел-пошел. Честно говоря, мы это... Ну, и предложила. При этом она предложила но это уже был как бонус, чтобы продал просто строчку. То есть, 30% оплатит сейчас, а 70% потом. Ну, в принципе, наверное, если бы не Леночка, то олигарх бы не согласился. Ну, в данной ситуации, наверное, все-таки он решил, что, ну, сказать так будет. Тем более, действительно, цена, по которой они торговались, она, в общем-то, практически рыночная. На тот момент рыночная, это после 2010 года, как вы сами понимаете, причем недостроен объект. Объект недостроен, чтобы правильно. И, в чем там прелесть, конечно, была. Этот объект был перешит через офшоры, и очень было удобно сразу оформить, этот договор, эти переуступки прав, хороший нотариус, даже в нормальной стране и так дальше. Так что, олигарх согласился, и, соответственно, деньги. А как вы, деньги? Что сделала Леночка? Первонаперво пошла, ну, когда начинала работать банк, в сфере, конечно, были знакомые банкиры, и, скажем так, банк, ну, я бы сказал, что очень большой, но деньги есть. И она пошла к представитель управления банков, она его знала, и попросила кредит под залог своих квартир и своего дома. Да, квартиры у нее классные, спорить не буду, в новых домах, это именно. Причем, действительно, как вы знаете, премиум класса, премиум, да, такие. И домик шикарный, причем, не просто домик, это шикарно, даже на городке, такой, как бы, она предложила залог. То и другое. Он, конечно, посовещался с собственником, все-таки, на всех случаях, но, дал кредит под залог как бы всей недвижимости летчику. При этом, ну, я не сказал бы, что это льготный был кредит, нет, ну, ставка самая обычная, ну, может, где-то там он чуть-чуть сэкономил, а так нет. Вот я не знаю, рискнули бы ли вы на месте Леночки всем своими, так сказать, недвижимствами. Причем она происходно понимала, что в случае чего не вернуть нельзя. Вот здесь нельзя. Потому что, а это она брала как бы под свою персональную ответственность, не под ответственность в оригах, нет. Потому что, когда ты работаешь менеджером, ты как бы отвечаешь за свой чат. А когда ты лично, тем более, ну, скажем так, она брала, она знала, кого она берет в долг и знала, что не отдать там нельзя. Но она знала, что этот может дать, у нее есть деньги. Это тоже немаловажно. Она получила эти деньги, внесла 30%, получила долги, из строителями. Правда, перед этим, как следует с ней, переругалась. Ну, она работала, понимала, что строители любят позавышать, по-рассказу, так что она, что называется, карандашиком прошла, порезала все, то, что их не хотелки. Ну, в принципе, они согласились. Они понимали, что все равно все не заплатят, а хотелок там было больше, чем надо. А дальше, а дальше затеяла бурную строительство прямого момента слова. Ну, во-первых, она действительно некоторых строителей оставила, некоторых поменяла. Плюс ко всему, ну, я бы скажу так, она перенесла свою штаб в квартиру, в этот областной сад. Причем забрала даже дочь. Там уже оставила, окей. Ну, дайте, это чисто личное отношение, но почему так, не знаю. И почему перенесла, ну, во-первых, она просто понимала, что если надо контролировать. Она хорошо понимала. Мало того, как вы понимаете, она понимала то, что, ну, фактически она, как бы, большую часть денег отдала, если на то, у нее же почти ничего там, как бы, не осталось. Но про эти причины надо же достроить. Да, она после этого пошла, уговорила, уболтала, взяла кредит, уже под залог этого объекта, под залог этого объекта, чтобы его достроить. Причем получилось не в одном, а в четырех банках. В одном не получилось. И не удивляйся, она умела уболтать. Тем более, она приблизительно догадывалась, кто может дать, кто может отказать, и кому это будет интересно, кому это будет неинтересно. Но опять же ситуация заключается, а в любых случаях она действительно персонально поручалась. Тут, конечно, сложно сказать, насколько это персонально, но вы понимаете, без ее харизмы, без ее таланта, без ее умения болтать, но просто так сказать, ой, извините, у меня не получилось, тоже не получится. И да, когда она начала строить, она максимально, где можно было ужать, уже мало, где можно сэкономить, сэкономить. Где можно было бы нанять более дешевые рабочие силы, нанимать. Где можно было, обращаясь к нему, она еще переделала проект, ну, тоже с учетом, понимаете, когда этот, ну, как бы, бизнес-сен строили, тогда больше ставку делала на офисы, она посчитала, нет, ну, давайте сделаем больше на магазин, ну, бывает, и там, как бы, развлекательный сектор больше, а в старом проекте, почему-то, не больше там, офис. Ну, и пока там действительно была возможность переделать, почему не переделать. И начали строить. В этот самый момент Леночка начала ходить, ну, как ходить, общаться и с различными, знаете, те, которые занимаются сдачей в аренду торговых площадей. И если вы знаете или нет, есть разные компании, есть довольно солидные компании, есть действительно международные компании, есть, ну, шарашки. И есть действительно как бы тусовки среди таких вот ребят, которые занимаются сдачей в аренду для зарубежского компании. И вот тут Леночка действительно подучилась. Но она никогда этим совсем не занималась, потому что она как делала, у него как построить, все, там были гармонии. А тут она начала разбираться, смотреть, что, как, где, и тому подобное, и как это работает. Ну, как вы, наверное, догадались, все работает гениально. Даешь на лапу и классика жанра, классика жанра есть сетевая, международная, ну, условно, Макдональдс. Макдональдс должен присутствовать там, 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 все. И понятно, как вы понимаете, что сама Макдональдс арендует, ну, в общем-то, будет платить, и она будет работать, и... клиенты будут, понимаете, там уже роль играет слишком большой. Так само, как есть, знаете, брендовые магазины, там, различных брендов одежда. Вот он будет. Как нет покупателей, не переживайте, у них там, для них хватает покупателей. Хватает, хватает, вы не переживаете. Но, в чем изюминка? Эти ребята, когда заключают, да, они долго заряжают, но если заключили, его расторгнуть практически невозможно, потому что, там такая брюкзельская машина сделала аренду, потом даже она убытки, но пока дойдет до рукавашины убытки, ну, но без этого все не работает. Нет, она сразу поняла, что здесь надо просто позолотить ручку. Ну, во-первых, этим консультантам, которые рекомендуют, что вот здесь хорошие объекты, потом всем проверяющим, ну, которые оценивают, что здесь именно объект подходящий. И вот это менеджер, который подписывает. Плюс, все равно, конечно, она поняла, как позолотить. Нет, нет, пакеты тут не работают. Ну, они же ничего не берут. У них руки, которые ничего не крают. Но механизм хороший. Не расскажу, как это работает. Будете работать? Расскажу, а сейчас вам это не надо. И, действительно, используя, как бы, помощь хороших людей и знания, предметам. Она еще не достроила. У нее уже были контракты и предоплаты, ну, ведущих, скажем, этих всех торговых магазинов, площадей, или что-то с нашим. Я уже не знаю, как ее назвать. честно говоря, вот здесь магазин, смотришь, чего-нибудь, как торгуют. Там же покупателей нет. Но магазин есть. Бренд! Ну и большую площадь, она, конечно, как вы догадываетесь, создала под очень большой магазинчик, который, тоже название, как вы понимаете, вы уже догадались. И получилась такая ситуация, когда это она все запустила, у нее даже крутанулись деньги, она уже даже, что называется, в конце, когда отстраивала, уже она даже наперед начала давать этому олигарку долги. Ну, то есть, он же покупал. И дальше, действительно, получилось все замечательно. Серьезно. Серьезно. Но там еще получилось. Замечательный, не придумаешь, но это, конечно, все-таки Леночка. Умная девочка. Она успела до Майдана этот объект перепродать. Причем, сделала очень просто. Она, ну, она еще всю сумму не погасила. Ну, как вы понимаете, там уже фактически объект был построен. Да, уже даже там эти арендаторы начали расселяться. И она, соответственно, подключила там очень хороших ребят, причем, предложила им очень большой бонус. Лично. Проходительным, ну, и то, что официально положено заплатить. И они рванули. Понимаете, смотрите, есть инвесторы зарубежные, которые, ну, как вам сказать, для него потерять или миллион, вот он покупает, если вы даже объект увеличите на миллион, два, три миллиона долларов, он это не замечает, всего миллиарды. Он просто это не чувствует. Он не чувствует, он не так, какая разница. я там больше заработал. И вот эти ребята, международная, ну, то, что два институционных компаний зарубежные, работала с таким вот инвесторами, которые находятся там, 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 потому что, если бы не были в Украине, фейн бы их только белый, фейн бы их только белый, а там, они далеко, и, соответственно, там, вот тот, другой объект, шикарный, а потом, объясняйте, смотрите, больше площади отданы ведущим мировым брендам, вот, солидно, вот это, рассказывает центр, который соответствует там лучшим последним достижениям различений, солидно, цена, не болтай, цена, шикарно, нет, действительно, я же говорю, когда я знал, какая-то, нефигарная, что столько платит, да, нефигарная, ну, чтобы правильно немножко поняли, когда он купил вот эту незавершенку, ну, условно, это стоило там 100 тысяч, я его назову, потом, когда вот это, вот это, вот это, вот это, ну, по большому счету, с учетом стройки, всего подобного, ну, скажем так, еще одну стоимость этого магазина, Леночка положила себе в карман, такая получилась, то есть, фактически, олигарху отдала, строителям отдала, комиссия отдала, взятки отдала, еще одна стоимость в магазине, шикарно, но там действительно она правильно сделала, она происходно понимала, что дорого продать, надо продать только иностранцам и привлекать таких ребят, но у нас с самого начала правильно поговорила из, ну, как бы, те, которые работают здесь, объяснила им, что можно, они получат бонус, про который никто не узнает, ну, кроме вас и, соответственно, и по этой причине им было очень интересно обязательно продать, не вот этот, вот это, а этот объект, а так как была личная заинтересованность, так как это было умножено на общую стоимость, чем дороже объект, понимаете, тем больше бонуса, понятное дело, что они постарались максимум, я говорю, они нашли таких жирных котов, которые, ну, они далеки, только, ну, просто не чувствуют денег, с ихними миллиардами, с ихними американскими фондами рынков, ага, чего, успели, 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 действительно, с артеза то, потом подшучили над Леночкой, Леночка, скажи по-честному, это ты Майдан сделал, ну, чтобы продать и все это там, похоронить, ведь, признайся, ты финансировал, наверное, как получилась ситуация, нет, сейчас она, нет, она общается с этим олигархом, так дальше, ну, она уже, как бы, самостоятельна, почему она отказалась от этого, ну, она посчитала, что она уже переросла, уже пора заниматься своим бизнесом, и она, просто она понимала, что таких, ну, как бы, проколов будет, да, она рискнула, рискнула очень сильно, сейчас говорю, она практически заложила все свои активы, на которой квартиры, дома, ну, дом, и она, происходно понимала, что, нет, здесь придется все отдать, все, никакого типа мы, извините, не будет, плюс ко всем, действительно, ну, на тот момент, если кто-то сказал, что этот объект можно будет продать за столько денег, не поверили, хотя, понятное дело, незавершенный, готовый, так сказать, офис, даже если я бы сказал бы, развлекательный торговый центр, потому что он с офиса, он немножко пошел в другую сторону, продать за такие деньги, я думаю, тоже не поверили, но тут действительно, я говорю, трюк заключался в том, что покупатель был очень далеко, и он ориентировался по ихним ценам, не по нашим, понимаете, по нашим он бы понял, что он переплатил, ну, делайте эти азиоты миллионы, и так сработало, вот так вот, вот что значит, хорошая девочка Лена, учитесь, может у вас получится, благодарны за внимание.